Пункт 5.6. Квантование магнитного потока. Квантование магнитного потока. Значит, еще раз делаем больше. Значит, представляем волновую функцию в виде модуля и фазового множителя и подставляем выражение для токов. Плотность тока. Вот, значит, в это выражение в виде фазового множителя подставим. Получаем тогда выражение в виде токового ЭН квадрата модуля, а градиент идет по фазе. Это мы сейчас, по ходу дела, в воде уже как-то рассматривали. Вот это мы сделали такую подстановочку. И давайте будем рассматривать это уравнение как выражение для векторов потенциала А. Значит, давайте из этого равенства и пишем выражение для векторов потенциала. Ну и давайте пометим это звездочкой. Это я уравнение буду использовать. Теперь представим себе такую ситуацию. Пусть у нас есть сверхпроводящий цилиндр очень большого радиуса, в центре которого просверлена дверочка. будем считать, что вот эти размеры вот этот назовем как-нибудь между внутренним и внешним радиусом ну давайте назовем Д, что ли это радиус, условно назовем это Д. много-много-много больше глубины проникновения. То есть если прикладывать повалеренное в магнитное поле к этому цилиндру, то в сверхпроводящем состоянии А.РО будет с внешней стороны заходить вот на такую глубину ЛЯБДА. А из внутренней стороны вот из этой дырочки будет заходить тоже вот на такую глубину ЛЯБДА. Глубину ландовского слоя. И давайте проделаем такую штуку. Давайте сначала возьмем вот этот наш просверленный образец с дыркой по температуре выше ТС и поместим его в невысокое магнитное поле. Значит, Т больше ТС. Вот наш цилиндр помещен в магнитное поле. Я рисую сечение его. И магнитное поле пронизывает все в нашем случае. Оно идет и в отверстие, оно и проходит из стенок цилиндра. То есть стенки цилиндра находятся в нормальном состоянии. Затем выполняем процедуру полеохлаждения в поле филт-кулит по-замблиски. Что у нас произойдет? Если поле такое не очень высокое, такое, которое не горобит целевопроводимость, то образец переходит в месть нервного состояния и поле, магнитное поле начинает выталкиваться из сверхмагнитных стенок. При этом произойдет следующее. Значит, часть магнитного потока будет выталкиваться во внутренние отверстия и идти по внутреннему отверстию, ну и вот на лондоновской глубине проникновение не могу к этому будет обирать и расти. А часть магнитного потока будет выталкиваться вовне и опять обтекать цилиндром с внешней стороны, ну, заходя только, опять-таки, на лондоновскую глубину от внешней поверхности. Вот это теперь температура меньше ТС, вот силовые линии тут как-то. Значит, кто-то внутрь, кто-то вовне. вычислим, давайте, чему равняется магнитный поток через внутренние отверстия. Ну, для этого надо делать следующую процедуру. Давайте, в общем, проведем круговой контур внутри стены наградовый цилиндр. Давайте, значит, еще изображу. Вот полный цилиндр, вот лондоновская глубина проникновения с внешней стороны. Вот отверстие паски цилиндров и лондоновская глубина проникновения вокруг отверстия. Ну, и давайте проведем какой-то цилиндр в глубине вот этих стенок, то есть контур проведем круговой в глубине этих стенок. Будем считать, что этот контур от оси цилиндра стоит на расстоянии М. Давайте лучше это значим с аргументом. Значит, это у меня через букву РО. Буква РО. то есть удобно вести цилиндрическую систему координат, когда значит положение вот этого контура кругового, расстояние до контура центра от оси цилиндра РО. ну и здесь угол Си, который задаёт полярный угол. Значит, в полярной системе координат есть два вектора единичных ЕРО и другой вектор по касательной Е и по касательной полярности. И вот возьмём интеграл по этому контуру С, давайте контур нарезаем УФС, интеграл по контуру С от вектора потенциала А. Так, интеграл по контуру С от вектора потенциала А. Так, по формуле Стокса можно перейти наоборот к интегралу по площади натянутой на этот контур. Но вместо А будет стоять РОТОРА на элемент верхности доверства. Вспоминаем, что РОТОРА это есть микроскопическое поле РОТОРА это есть H микроскопическое на ДС. Ну, если взять значит H проинпрегулировать по ДС, то это фактически будет магнитный поток, который идёт до этого контура. Значит магнитный поток. То есть фактически магнитный поток который идёт через дырочку и через лондоновский слой, потому что там далеко, а там магнитный трон. Ображённость равняется нулю. Ну и вот давайте возьмём вот это наше уравнение со звёздочкой и выполним интегрирование по контуру от левой и правой части. Левую часть мы проинтегрировали. Значит левая часть у нас это интеграл по контуру это даёт нам магнитный поток. Правая часть CH2E интеграл по контуру С от гладиента квазов на элемент контура гладиента минус МЦ 2E квадраты интеграл по контуру С МЦ 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 И делаем мы следующее вот этот контур С выбираем достаточно глубину глубоко в стенках за проделами лодоновского слоя то есть там где нет магнитного поля уже фактически а раз нет никакого магнитного поля то нет и экранирующих сверхпроводящих геомагнитных токов то есть плотность токов на контуры С равняется нулю значит вот в этом выражении надо вычислить фактически только первую интеграл а так как вторую интеграл разно 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 так ну значит давайте займёмся вычислением первого интеграла значит у нас осталось такое выражение магнитный поток через отверстие равен С H на 2E интеграл по контуру С ну чтобы сочетать этот интеграл давайте перейдём в полярную систему координат и вот в этой полярной системе координат элемент контура DL записывается так R Dφ на единичный вектор P градиент в полярной системе координат записывается так Dθ по DRO единичный вектор доля радиуса вектора плюс единица на R DT t под dφ е φ ну и теперь надо вот это всё подставлять под интеграл и перемножать скалярно друг с другом ну значит учтём что e φ квадрате единица а e φ на e ρ как ортогональные вектора ноль значит в результате наши давайте вот читаем этот интеграл под контуру c f ω f l сведётся к интегралу от нуля до v π производная φ dπ значит это просто это интеграл от нуля до 2π по дифференциалу от ω и если смотреть надо брать фазовые внужения точки 2π минус фазовые внужения в начале координатов г господи я думал для этого какие обстоятельные косучки вот значит представляем этот результат вычисления контурного интегралу включается магнитный поток магнитный поток через наше отверстие c 2e c это 2π минус это 0 то есть мы опошли вокруг нашей сероцерины вокруг дырки в серверх по контуру пришли в ту же самую точку ну и на первый раз взгляд кажется что этот результат должен вернуться нулю однако надо учесть что вот если мы рассматриваем функцию такую с фазовым множителем e и θ то вот эта функция и функция r e и θ плюс i 2π умножить на целое число n они физически не различимы потому что вы сами знаете что e и 2 и поэтому самое общее так сказать свойство требование чтобы ну как говорится предоставлять у а и как все Общее требование состоит в том, что разница фаз при этом обходении 2π-3, это 0, она должна равняться к целому числу 2πn. n может быть и 0, n может быть и 1, и 2, и 3, и так далее, и так далее. То есть, наш результат состоит в том, что вот этот интеграл, который мы считали, интеграл по контуру L, равняется в общем случае 2π на n. Отсюда мы можем подставить этот результат, наше выражение для магнитного потока. Пишем магнитный поток через отверстие равняется 2πn на CH2e, это множитель, который стоял у нас перед интегралом. Давайте представим так, как коэффициент n выделим на особицу. Вспомним, что π на постоянную палочку с челточкой есть постоянная планка, вот такая некрещённая. Почему? Там 2π должно быть? Так, 2π. Так, сейчас. 2π, а, 2π, бывает. 2π, тогда 2π, постоянная планка. Тогда, значит, это можно записать как CH2e на n. То есть, получается, что у нас через наши отверстия может проходить какое-то целое квантованное число вот таких величин, которые получили название квантованного потока. Значит, вот определение квантованного потока – это CH2e или C2π на H. Магнитный поток, получается, квантуется при прохождении через это отверстие в сверхпроводнике. Ну, делаем некие дополнительные замечания. Во-первых, не обязательно, что это отверстие имеет форму дырочки. Оно может иметь, как говорится, форму какого-нибудь треугольника, вот куда сквозь, так сказать, прорубили. И при этом, значит, вполне возможно, что по ходу это, значит, оно вот так как-то изгибается внутри. Во-вторых, совершенно не обязательно, чтобы это был вакуум. Вместо вакуума, значит, эта трубочка не пустота, а может быть диэлектрик или металл в нормальном состоянии. Скажем, положим какой-то сверхпроводящий ниобий, напылили на тоненькую иголочку из меди, которая не переходит в сверхпроводящее состояние. Так по ней магнитный поток спокойно идёт. Величина кванта магнитного потока вот легко вычисляется, вот если подставить все эти значения, она равняется следующему значению. У кванта магнитного потока есть 2,07 на 10 минус 7 гаусс на квадратный сантиметр. Ну, так сказать, для некой характеристики, если взять площадку в один квадратный миллиметр, то магнитное поле Земли, в нашей местности, оно создаёт, пропускаю через эту площадку, примерно 25 тысяч квантов магнитного потока. Что ещё важно заметить? Важно заметить ещё следующее, что вообще-то вот этот магнитный поток, для которого мы сосчитали F0 на n, складывается на самом деле из двух магнитных потоков. Во-первых, это магнитный поток от внешних источников, от соленоида какого-то. А во-вторых, когда магнитное поле входит сюда в отверстие, оно возбуждает геомагнитные токи. Вот в лондонском слое эти геомагнитные токи в свою очередь создают своё магнитное поле. И магнитное поле от внешнего источника и магнитное поле от, так сказать, экранирующих токов суммируется, так что именно суммарный магнитный поток кладуется, а на внешний поток не накладывается ни на каких условиях. То есть магнитный поток от внешних источников тока и магнитный поток от собственного тока. В результате магнитный поток от собственного тока подстраивается таким образом, чтобы сумма была равняется целому числу антов магнитного потока. Ну а теперь можем представить себе такую вещь. Вот допустим мы запустили в это отверстие магнитный поток. Там идёт какое-то число квантов магнитного потока, ну допустим два, четыре, какой-то семь. И я начинаю медленно отключать наш соленоид. Внешний, так сказать, поток у нас исчезает, напряжённость внешнего магнитного поля исчезает, но по правилу ленца токи, которые генерируют отверстия, они генерируют так, чтобы сохранить неизменным захваченный магнитный поток. В результате мы в конечном счёте вот так завели сюда магнитное поле, потом соленоид выключили, а магнитный поток, вот здесь внутри, он остался неизменным. Вот это явление носит название захвата магнитного потока. Если, конечно, потом сверхпроводник нагореть, поднять выше температуры СССР, то этот магнитный поток исчезает и уйдёт через сверхпроводник. А ниже температуры СССР существует. Вообще интересно отметить такой исторический факт, что в свое время лондоны, когда развивали свою теорию сверхпроводимости, они тоже предсказали квантование магнитного потока. Но разница в том, что у них квант магнитного потока, в их теории, квант магнитного потока у лондонов, он был цель х на е, то есть он равенялся два кванта магнитного протока, ну порядка 4 на 10 минус 7 гау. Ну и когда была создана микроскопическая теория сферопроводимости, одна из проблем, которые экспериментаторы хотели решить из-за того, чтобы окончательно прояснить, за счёт чего там создаётся сферопроводимость, за счёт куберовских пар или за счёт электронов изолирования? Вот эта задача была измерить, чему равен квантмагнитного потока. Ну задачка очень сложная была, чисто экспериментально, потому что если, скажем, взять отверстие площадью 1 квадратный миллиметр и пропустить, предположим, что захватится там один квантмагнитного потока, то напряжённость тогда получается 10 минус 5 градусов. Очень трудно измерять. Делали следующий фокус. Брали очень тонкую квадратовую нить, по-моему, порядка 0-0, сейчас посмотрю какая. Так, брали квадратовую нить 1 сотую миллиметра. И вот на эту квадратовую нить напылили сферопроводящие цилиндры из свинца. Квадратовая нить напылили сферопроводящие цилиндры из свинца. Она фактически не делала вот эту роль отверстия. Потом намагнитили, отключили, так сказать, внешний источник. Этот магнитный поток захватился здесь, фактически у нас этот цилиндр намагнитился. Ну и потом в магнитометре по величине намагничивания, там насколько в магнитометре отклонялся, они определили величину магнитного момента цилиндра. Пересчитали на магнитный поток, на кванг. Сказалось, что да, верно, вот именно, объясните, вот эта величина 2-3-3-4-10-7-0. Эксперименты эти сразу провели одновременно и в Стэнфорде США, и в Мюнхене, в общем, по-моему, люди даже за это получили в магнитском плене. А может быть, и получили, очень не знаю. Очень тонкий был эксперимент. Так, запишите пункт 5.8, 5.7 простите. Энергия, граница раздела между нормальной и сверхпроводящей фазами. Энергия, граница раздела между нормальной и сверхпроводящей фазами. Сверхпроводники первого и второго рода совершенно по-разному себя ведут во внешних магнитных полях. В сверхпроводниках второго рода возникает так называемая смешанная фаза, которая представляет смесь нормального состояния и сверхпроводящего состояния. И вот нормальное состояние сверхпроводника второго рода, оно выступает в виде таких очень тоненьких трубочек и вихрей, пронизывающих образец. Внутри каждой границы содержится один квант магнитного потока. Вихри, фуксоиды, брюкосовские вихри. Сверхпроводники второго рода, когда попадают в магнитное поле, там, скажем, возникает промежуточная фаза, то есть не нулевол, а размагничивание в области сверхпроводящей фазы, нормальной фазы имеют, так сказать, даже макроскопические размеры. Различие в поведении этих двух категорий сверхпроводников связано с различием энергии поверхности раздела между нормальной и сверхпроводящей фазой. оказывается, давайте, оказывается, что вот если у вас сверхпроводник первого рода, то у него длина прогерентности больше, чем глубина проникновения, и граница энергии ограничен, разделы между нормальной и сверхпроводящей фазой положительно, а если сверхпроводник второго рода, то, наоборот, длина прогерентности меньше глубины проникновения, и энергия границы раздела отрицательная. Ну, давайте, значит, рассмотрим этот вопрос на полукачественном уровне, этого изучим две ситуации. Давайте, случай, когда параметр Дейсбурга-Ландау, Каппа, отношение глубины проникновения в длине прогерентности много меньше гигантности, то есть глубина проникновения много меньше длины прогерентности. Вот давайте нарисуем такой график. Вот здесь будем откладывать величину параметра порядка, сверхпроводящего, безразмерную, всемаленькое. А здесь будем откладывать напряженность магнитного поля, нормированного на критическое термодинамическое поле сверхпроводника. Дело в том, что если где-то у вас сверхпроводники в магнитном поле, в каком-то поле, считаем, фиксированном, возникает граница между нормальной и сверхпроводящей фазой, и эта граница устойчивая, статическая, никуда не движется, то это значит, что внутри нормальной фазы, возникшей в сверхпроводящем образце, напряженность магнитного поля равняется точности критическому термодинамическому полю. Потому что, если бы она была больше, чем критическое термодинамическое поле, граница бы поехала, уничтожая, съедая сверхпроводящую область. Если меньше, наоборот, сверхпроводящая область поехала, съедая нормально. Значит, стационарная устойчивая граница только в том случае, если напряженность поля внутри этой нормальной фазы равняется hc. И вот представим себе, что у нас где-то проходит граница между нормальной областью и сверхпроводящей. Вот это нормальная область сверхпроводники, вот это сверхпроводящая. Значит, внутри нормальной области напряженность совпадает с напряженностью критического магнитного поля. Значит, вот давайте берём... Значит, вот когда мы рисуем эту нормированную величину в нормальной области отношения h к hc, значит, вот такое. Подходим к границе со сверхпроводящей областью. Магнитное поле начинает спадать. Но глубина проникновения очень мала, и магнитное поле начинает спадать очень резко. Вот масштаб, грубо говоря, вот это масштаб лямб. Теперь как ведёт себя параметр порядка. Внутри нормальной области параметра порядка нет. В глубине, вдалеке от границы раздела параметр порядка, вот этот нормированный, равняется единицей. Значит, ну, двигаемся к области, и подходя к границе раздела параметр порядка начинает спадать. На длине когерентности. Фактически на длине когерентности он убывает до нуля. Значит, вот давайте он начинает спадать. Спадание начинается медленно, 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 медленно. Такое растянутое спадание. Вот, значит, вот это фактически масштаб какой-то подание Си. В результате вот здесь, в границе, возникает какая-то вот такая промежуточная область, условно я ее обозначу. Ширина этой области АВ. Внутри... Внутри области АВ, что мы имеем? Фактически, H, напряженность магнитного поля, ноль. И, фактически, вот здесь сверхпроводящий параметр порядка тоже ноль. То есть, это как бы область нормальной фазы, но куда странным образом у нас не проникает магнитное поле. Известно, что там, где магнитное поле проникает в нормальную фазу, оно дает добавку в плотности свободной энергии h2 на 8π. Так, значит, поскольку здесь величина этого поля h3, значит, это будет h2Cm на 8π. Вот здесь добавка к свободной энергии от проникновения магнитного поля минус h2Cm на 8π. То есть, поле проникает, значит, снижает в нормальную фазу. Следовательно, свободная энергия нашего образца на участке АВ больше свободной энергии нормальной фазы из-за того, что магнитное поле туда не проникло, то есть, оно имеет больше на величину h2Cm на 8π по сравнению с нормальной фазой. Теперь, давайте сравним плотность свободной энергии в этом участке с области сверхпроводящей фазы. Известно, что свободная энергия сверхпроводящей фазы ниже энергии нормальной фазы на величину энергии конденсации, так называемой. Это тоже h2Cm на 8π. Поскольку здесь сверхпроводимости нет, значит, по сравнению со сверхпроводящей фазой, где есть выигрыш вот на такую энергию конденсации, эта область имеет более высокую плотность энергии. Следовательно, на участке АВ плотность свободной энергии выше и области нормального состояния, и области чисто сверхпроводящего состояния. Значит, давайте сделаем вот что. Напишем поверхностную энергию границы раздела, обнесённую к единице поверхности. Для этого надо взять плотность свободной энергии, умножить на длину АВ. Ну, значит, если у меня здесь была размерность энергия на кубический сантиметр, умножим на сантиметр, значит, энергия, отнесённая к квадратному сантиметру. То есть, энергия, отнесённая к единице в случае поверхностной энергии. Так, чему равняется непорядку АВ? Ну, это величина какая-то, грубо говоря, будто, пустим, одна треть длинных региориентности. Ну, в общем, это величина. Какая-то порядка, тем не менее, длинных региориентности. А что называется? Н на восемь три. А, длинных региориентности в сантиметр. Но самое главное, самое главное, знак этого. Это величина положительности. То есть, если у нас реализуется такой случай, то поверхностная энергия граница раздела положительная. Ну, теперь давайте обратную ситуацию подсудим. Случай два. Второй случай. Параметр Гинсбурга-Ландау имеет противоположный знак. То есть, совершенно противоположную величину. Глубина проникновения намного больше, чем длинна региориентности. Пишем соотношение, кстати. Глубина много больше, чем длинна региориентности. Давайте рассуете эту, как говорится, систему кардиналов. Опять у нас возникает какая-то граница раздела. Между нормальной сверхпроводящей областью и нормальной областью и сверхпроводящей областью. Опять, в нормальной области нормированная напряженность равняется единице. Подходим к границе раздела. Напряженность магнитного поля начинает спадать. Но теперь она спадает очень-очень медленно. Вот, значит, характерный масштаб спадания Ланда. Как ведет параметр порядка сюда при подходе к границе? Параметр порядка исчезает на величине порядка Кси. Кси очень маленькая, практически дошел до границы и вот так спадал. Теперь, значит, вот этот порядок излечения Кси. Очень узкая область спада. Что теперь у нас возникает? Вот опять у нас какой-то возникает промежуточный интервал. Даже так его можно рисовать. Интервал АВ. Теперь внутри АВ что мы имеем? Внутри промежуточного интервала АВ. Во-первых, параметр порядка практически единица. Это сверхпроводник. Но в то же время ИН почти такой же величины, как АВ. По порядку влечения порядка. Поскольку поле впадает очень медленно. Следовательно, вот эта промежуточная область АВ – это сверхпроводник, в который, тем не менее, залезло магнитное поле. Сравниваем плотность свободной энергии в этой промежуточной области. По сравнению с нормальной фазой, энергия, плотность энергии в этой области ниже из-за того, что у нас она находится в сверхпроводящем состоянии на величину энергии комбенсации. Магнитное поле и тут, и тут. По сравнению со сверхпроводящей фазой чисто. Эта область опять-таки имеет энергию ниже еще раз за счет за того, что вот магнитное поле порядка hcm пронизывает здесь сверхпроводник. Значит, в результате вот эта область имеет добавку к свободной энергии порядка h2cm на 8b с минусом. Следовательно, свободную энергию границы раздела этой области можно записать так. Добавка, за счет чего она ниже, давайте умножим на размер области амбря. Это минус h2cm на 8b. Ну, размер области порядка лямбря. Самое главное, что теперь поверхностная энергия границы раздела отрицательна. Значит, что мы установили? Если хси много больше лямбда, поверхностная энергия границы раздела положительна. Если хси много меньше лямбда, поверхностная энергия границы раздела отрицательна, значит, где-то при хси порядка лямбда у нас есть переход в такую ситуацию и другой. Точный расчет дает, что это происходит при каппа. Каппа – это отношение лямбда на хси единица на уровне двух. Этот результат мы получим на следующей лекции. Ну, а фактически, значит, мы можем написать какую-то таблицу для параметра гидроголодау, который характеризует сверхпроводники первого и сверхпроводники второго голода. Каппа – меньше единицы на уровне двух. Положительная энергия границы раздела. Каппа – больше единицы на уровне двух. Вот написано, энергия границы раздела. К чему это приводит? Это приводит к тому. Когда энергия границы раздела отрицательная, то при вхождении магнитного поля в сверхпроводник при его проникновении выгодно, чтобы площадь поверхности, разделяющая эти две фазы – нормальная и сверхпроводящая – была как можно большей. Это достигается за счет того, что магнитный поток максимально дробится. Чем он больше раздробится, тем больше поверхность раздела. Но дробиться он может только входя в сверхпроводник до одного квантно-магнитного потока. Ниже раздробиться не может. Ну а наоборот, когда энергия границы раздела положительно, то природа старается минимизировать энергии границы раздела. Поэтому там, когда образуются большие, так сказать, домены, площадь границы раздела минимизируется. Поэтому структура доменов нормальной фазы в сверхпроводниках первого рода совершенно другая. Так, ну и давайте запишем последний пункт нашего сегодняшнего рассказа. 5.8. Гораницы применимости теории Гинс-Бухгаландау. Гораницы применимости теории Гинс-Бухгаландау. Теория Гинс-Бухгаландау сама по себе является феноменологической теорией. Потому что она не содержит расшифровки на микроскопическом уровне коэффициентов альфа и бета входящих в нее, которые просто как некоторые неизвестные величины входят в нее. Ну там предполагаем определенную температурную зависимость. А вот когда была создана теория БКШ, то она позволила создать, позволила получить интерпретацию величин альфа и бета, которые входят в теорию Гинс-Бухгаландау. Это было выполнено Горяковым в 1958 году. И результаты этой интерпретации различаются для чистых грязных сверхпроводников. Чистый сверхпроводник я имею ввиду просто сверхпроводящий элемент, скажем, чистый необы, чистый смех, в котором как можно меньше принесения эффектов. А грязный сверхпроводник – это сверхпроводник, значит, сплавы каких-то элементов, в которых существует сильное вращение электронов, в которых для характеристики такого вращения надо вводить в виду свободного пробега. Так вот, значит, если у нас характерный размер куперовской пары С0, размер куперовской пары, то есть это расстояние в координатном пространстве между электронами с противоположными направленными спинами, а L, как водится, длина свободного пробега, то случай, когда L много больше КС0, это случай чистого сверхпроводника. Ну, по-английски это обозначается индексом. И пирог чистый. Обратная ситуация. Длина свободного пробега много меньше у пирогской пары. Это грязный сверхпроводник. Обычно ставят индекс D. Идете. Так вот, Лес Петрович Горяков получил результаты для глубин проникновения, для длины когерентности, для параметров А и В, вот в этих двух случаях, чистых, горязных сверхпроводников. Я просто проведу готовые результаты, мы не будем их выводить, это бы заняло. У меня бы лекции три. Утематика там довольно длинная. А нам для того, чтобы понять границы применимости теории Гирсбурга-Ландау, достаточно взять его готовые результаты для этих увеличений. Так, давайте пишу, значит, для чистого сверхпроводника, длина когерентности Гирсбурга-Ландау, то есть длина когерентности вблизи температуры перехода. Она равняется 0,74, а размеры Куперовской пары единица в минус Т на ТЦ в степени минус 1,2. Глубина проникновения в чистом сверхпроводнике – это глубина проникновения при нуле температуру, корень из двух единица в минус Т ТЦ в степени минус 1,2. То есть глубина и длина когерентности расходятся, как полагается в точке перехода. Ну и, значит, что такое псиноль? Ну, псиноль – это размер Куперовской пары. Парой очаг описывается такой формулой. Постоянная планка на скорость электронов на поверхности фермии, делить на тепловую энергию, отвечающую точке перехода. Квадрат глубины проникновения в проявлении температуры у Горокова получился такой. Скорость света – 8пи е квадрат, квадрат с фермиейской скорости – n0. Что такое ноль? Плотность состояния электронов. Плотность электронных состояний на уровне ферми. Для одного направления спины. Так. Для грязных сверхпроводников, что у меня получилось? Длина когерентности и грязного сверхпроводника – 0,85. А коэффициент такой. Длина когерентности, размер пары Куперовской, умноженную на длину свободного пробега – 1,2. Единица – dc – 1,2. Так. Рубина проникновения в грязный сверхпроводник – 0,615. Нулевое значение, умноженное на такую величину. Размер Куперовской пары, поделённую на l – 1,2,1 – 1,2. Вот обратите внимание. Здесь длина свободного пробега входит в знаменатель, а здесь она истая. Поэтому, когда мы уменьшаем длину свободного пробега, делаем сплав всё более и более грязным, длина когерентности падает, а глубина проникновения растёт. Ну и теперь, соответственно, можно записать параметр Гинбурга-Ландау для чистого и для грязного случая. Капла для чистого случая, значит, λ для чистого случая делить на 1,2. Ну, если это подставить, будет 0,96, λ до 0,α0. Для грязного случая это будет 0,725, λ до 0, λ – 1,2. Ну и, наконец, для полноты картины, проведу ещё значение коэффициентов α и β, которые у нас стояли как с элементологическими увеличениями. Теорию Гинбурга-Ландау. Именно через эти коэффициенты α и β выражается у нас, в общем-то, и длина когерентности, и глубина проникновения. Так, в чистом случае, поэтому… Так, вводится оно отрицательное. Теорию Гинбурга-Ландау для грязного случая. … А2r, единица, си 0 на l, t, tc, минус единица, караметр β для чистого случая такой, караметр β берется в точке КВИ, то есть в критической температуре, поэтому он поднимает. Вот я вам выписал все соотношения, которые были получены в работе Горького в 56-м году. А теперь установим область применимости уравнения Динго Галандау. Давайте поглядим, значит, на предположения, сделанные при получении свободной энергии. Во-первых, когда мы параметр порядка учитывали его пространственную вариацию, то мы учли только градиент параметра порядка. Они учитывали вторые степени разрушения параметра порядка без неравновесного значения третий и так далее. В принципе, бесконечный ряд, как говорится, три года надо раскладывать. Но мы учитывали только поправку первого порядка. Что это означает? Это фактически означает, что наша волновая функция или параметр порядка меняется очень плавно. И на характерных микроскопических масштабах неоднородности эти изменения практически незаметны. А характерные микроскопические параметры неоднородности это либо размер куперовской пары в чистом сверопроводнике, либо длина свободного пробега в грязном сверопроводнике. Так как вот этот масштаб плавного изменения волновой функции он имеет порядок длины когерентности, то, так сказать, чтобы плавное изменение на характерном масштабе неоднородности в чистом сверопроводнике означает, что кси от т масштаб изменения много больше размера куперовской пары. Ну давайте сравним кси чистого сверопроводника. так, ну где-то у вас записано, ну с точностью до численного коэффициента там это есть разъем куперовской пары на t минус tc в степени минус 1,2. а значит единица много больше, чем единица минус 1,2 с t на tc. Это означает, что температура эксперимента, при которой мы описываем, так сказать, все сверопроводящие явления, должна быть много меньше единицы, так сказать, вот эта разница, должна быть много меньше единицы, то есть по температуре мы можем уйти от точки tc, если грубо говоря на 0,1 этого интервала. Ну так, пошли. Ну так это же фактически условие применимости всех фазовых переходов второго рода. То есть предположение о том, что нам достаточно чисто в сверопроводнике ограничиться вот этим первой степенью градиента, оно не противоречит ничем ограничениям на теорию фазовых переходов второго рода. Ничего нового здесь не получается. Теперь поглядим, что будет для грязного случая. Ну для грязного случая надо взять и написать, что фи грязного случая много больше без свободного пробега. Так, давайте посмотрим, что у меня тут будет. Ну выписываем соотношение для грязного случая. фи 0 на l в степени 1 вторая, единица минус t tc в знаменателе степени 1 вторая много больше n. Ну если поделить, то всё, значит, фи 0 на l в степени 1 вторая много больше единица минус t на tc в степени 1 вторая. Возведём в квадраты, значит, фи 0 на l много больше единица минус t на tc. Но в грязном сверхуроводнике фи 0 на l так, сейчас, пардону. Фи 0 на l много больше единицы. Потому что l можно сделать порядка двух-трёх параметров решётки. То есть много больше единицы. Поэтому, значит, фактически у нас работает такое. Фи 0 на l много больше единицы, а единица, в свою очередь, по критерию фазовых переходов второго рода, фи 0 на л много больше единицы. Сверхуроводнике второго рода ограничение первыми поправочными членами полновой функции, то есть градиентом, оно на самом деле намного слабее, чем ограничение, сказанное из применимости теории фазовых переходов второго рода. То есть гораздо шире условия подменивостей теории фазовых переходов второго рода. Значит, сверхуроводникам второго рода, так сказать, ещё лучше применимо это предположение, чем сверхуроводникам первого рода. Теперь посмотрим на второе ограничение. Теория Динсбурга-Ландау, как и теория Лондонов, является локальной теорией электродинамики. Потому что берётся связь между плотностью тока в какой-то точке и вектором потенциала в той же самой точке. Однако мы знаем, как Пиппорт показал, что в общем-то случае теория должна быть нелокальной. Более общий случай является нелокальной. И локальная теория из более общего случая получается только в том случае, если вектор потенциал и магнитное поле, соответственно, очень слабо меняются на длине характерной, которая там у нас величина единицы стояла. В теории Пиппорт стояла величина Кси, причём это единица. На Кси есть единица на размер Купперовской плавы единица плюс n. То есть теория может быть локальной, правильной, если вектор потенциал слабо меняется в чистом случае на размере Купперовской плавы, в разном случае слабо меняется на длине свободного пробега. А что значит слабо меняется? Это значит очень большая глубина проникновения. Глубина проникновения характеризует изменение вектора потенциальной магнитного поля. И значит для слабого изменения в чистом случае глубина проникновения должна удовлетворять условие вот такому. В чистом случае. Ну давайте смотрим. Глубина проникновения в чистом случае. Так, переходим дальше. Что у нас будет? Это значит глубина проникновения в нулей температура, делённая на Кси-моль, много больше, чем единица на ТЦ на вторая. Или давайте вот это равенство разведём в квадрат. льда ноль на Кси-моль в квадрате должно быть больше, чем единица на ТЦ на ТЦ. Но, если смотреть на эксперимент, то глубина проникновения, скажем, ноль по размеру куперовской пары для, скажем, алюминия, если брать алюминий, составляет 0,1. Глубина проникновения к размеру куперовской пары в свинце, составляет 0,2. Ну, соответственно, квадрат чему будет? 10 минус четвёртой, вот если брать алюминий, ну, а если брать свинец, ну, это порядка 0,04. Так вот это должно быть гораздо больше вот этого отрезка, в рамках которого наша теория работает. А это значит, это означает, что для сверхпроводников первого рода, вот из-за этой локальности соотношений Миноборга-Лантау, теория Кинсбурга-Лантау работает только в том интервале, который намного уже интервалов применимости собственной теории базовых перехватов. То есть фактически надо в этом случае как-то обобщать теорию и для чистых сверхпроводников работать с нелокальными соотношениями между током и вектором потенциала. А теория Кинсбурга-Ланта очень плохо работает с сверхпроводником первого рода. Ну, фазы грязных сверхпроводников, согласно, так сказать, пипродовскому подходу, чтобы можно было перейти к локальному варианту, нужно, чтобы глубина проникновения в рядом сферопроводнике была много больше, чем длина свободного противника. Ну, выписываем длина на ноль, все ноль на n, 1 вторая, единица, минус c на c, минус 1 вторая, много больше, чем d. Ну, если здесь попереставлять, возводить в квадрат, и приходим к такому соотношению. Квадрат глубины проникновения при нуле, делённое на длину свободного пробега в квадрате, ксеноль, великим на длину свободного пробега, больше, чем d. Ну, значит, для грязных сверхпроводников и ксеноль, размер губеровской пары, поделённый на длину свободного пробега, больше длины. И лямбда ноль, если поделить на l, тоже много больше длины. Таким образом, получается, что если смотреть на грязные сверхпроводники, то использование локальных уравнений фактически не докладывает никаких ограничений , значит, остаётся только в ней ограничение, связанное с общим применением теории фазовых переходов того рода, когда мы при анализе, при записи функционала свободной энергии пишет квадратичный и четверночный параметров порядка и более высокий уже неучительный. Вот это всё работает только в некотором интервале, порядка одной десятой, ниже точки фазовых переходов. Общая мораль. В случае грязных сверхпроводников, сверхпроводящих сплавов, теория Гейнсбурга-Вандау справедлива в весьма широких температурных интервалах и даёт в этих пределах разумные, качественные результаты. Количественные результаты для вероятности оправдников будут справедливы только в пределах интервала применимости теории фазовых переходов второго рода, когда ТС минус Т много, меньше, чем ТС. Вот такое же условие. Ну, а в случае чистки сверхпроводящих элементов в область применимости теории Гейнсбурга-Ландау чрезвычайно узок, особенно если безразмерный параметр каппа намного меньше единицы. В этом случае область применимости намного уже, даже, чем температурный интервал ограниченный фазовым переходом второго рода. Всё! а сегодня точка. Ну ладно, в следующий раз мы эти часы с Игорем Александровичем разделим пополам.